Видео представлено сайтом online-gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника математика 5 класс Никольский, номер 774. Нам нужно указать все общие делители и наибольший общий делитель числителя и знаменателя дроби. Затем сократить дробь. Затем сократить. Мы с вами вспоминаем основное свойство дроби, что это разделить на наибольший общий делитель и числитель и знаменатель. Ну или в принципе на какой-либо делитель. Нам с вами нужно будет делить именно на наибольший общий делитель. Итак, начнем с задания А. Итак, 15.35. Для того, чтобы указать все общие делители, нужно в принципе разложить наши числа на простые множители. 15 мы делим на 3. Это будет 5. 5 на 5 и 1. И число 35. Также раскладываем. 35 у нас на 5. 7. 7 и 1. Итак, теперь смотрим, какие есть общие делители. Мы видим, что общий делитель у нас только 5. Других их в принципе нет. Значит, наибольшим общим делителем чисел 15 и 35 тоже будет 5. Он и единственный, и 1. Итак, сокращаем нашу дробь на 5. 15 разделить на 5 будет 3. 35 разделить на 5 будет 7. То есть 3 седьмых. Вот сократили мы нашу первую дробь. Следующее задание В. 48 шестьдесят четвертых. Снова раскладываем на простые множители. 48 мы делим на 2. Получится 24. 24 делим на 2. Будет 12. 12 делим на 2. Получится 6. 6 на 2. 3. 3 делится на 3. И 1. Соответственно, раскладываем и 64. Делим на 2. Будет 32. 32 тоже делим на 2. Получится 16. 16 делим на 2. Будет 8. 8 на 2. 4 на 2. 4 на 2. 2. 2 на 2. 1. Теперь ищем общие делители. Это у нас будет 1, 2, 3, 4. 4 двойки. Они все будут нашими общими делителями. Ну и других не будет. Теперь мы делаем комбинации, чтобы найти общие делители. Итак, это будет, естественно, двойка. 2 умножить на 2. Это будет четверка. Умножить еще на 2. Это будет восьмерка. И умножить еще на 2. Это 16. Это все общие делители, которые имеют числа 48 и 64. Теперь наибольший общий делитель этих чисел, 48 и 64, 16. Значит, мы будем сокращать нашу дробь на 16. Итак, 48 разделить на 16 будет 3. А 64 разделить на 16 – это 4. То есть у нас с вами получится 3 четвертых. Следующее задание В. 60, 80. Давайте я вот здесь где-то запишу. Тоже раскладываем на простые множители. Разделить на 2 – это 30. Разделить на 2 будет 15. 15 разделить на 3 – 5. И 5 мы делим уже на 5. И будет 1. Тоже делаем и с числом 80. Делим его на 2. Потом 40 на 2 будет 20. 20 на 2 будет 10. 10 на 2 будет 5. 5 делим на 5. В итоге 1. Итак, смотрим общие делители. Это две двойки явно. И еще есть пятерочка. То есть общие делители будут 2. 2 на 2 еще умножить. Это будет 4 умноженное. Еще можем 2 умножить на 5. Это будет 10. И 4 умножить на 5 – это 20. Это все делители, которые есть. Ну и соответственно, наибольший общий делитель чисел 60 и 80 будет 20. На него мы и сокращаем нашу дробь. 60 разделить на 20 – это 3. 80 разделить на 20 – это 4. Мы получили дробь 3 четвертых. Задание Г под буквой Г. 44, 66. Итак, 44. Делим на 2. Будет 22. 22 на 2 – это 11. 11 у нас простое число делится само на себя. Будет единица. 66 делим тоже на 2. Будет 33. 33 делим на 3. Получится 11. 11 – опять-таки простое число. Делится само на себя. Будет единица. Итак, смотрим общие множители. Это будет 2. Общий множитель. 1 только 2. И 11. 2 и 11. То есть у нас будет 2, у нас будет 11 и у нас будет 22. Соответственно, наибольшим общим делителем чисел 44 и 66 будет 22. Сокращаем нашу дробь на 22. Здесь будет 2, здесь будет 3. 2 третьих. И последнее задание Д. 34, 51. Итак, 34 делим на 2. Итак, будет 17. 17 у нас простое число и делится только само на себя. И в итоге будет единица. Так, 51. 51. Мы видим, что сумма цифр делится на 3. Значит, 51 у нас делится на 3. Будет 17. Ну, 17 делится на 17. И будет в итоге 1. Итак, смотрим общий множитель. У нас он только 1. Это 17. Значит, он и будет наибольшим общим делителем чисел 34 и 51. Это 17. Он единственный и наибольший. Итак, сокращаем наше число на 17. 34 разделить на 17 будет 2. 51 разделить на 17 будет 3. То есть мы получили с вами 2 третьих. Вот и все. На этом задание мы с вами закончили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментарии к этому видео. А также свои пожелания пишите. Всем спасибо за внимание. Встретимся в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!